День энергетиков в Десногорске отметили спортом. 18 декабря в спортивной школе города состоялось первенство подзюдо. Для участия в традиционном зимнем турнире в Десногорск съехались более 150 спортсменов из Смоленска, Ярцева, Рославля, Сафонова и Верхнеднепровского. На татаме вышли борцы от 8 до 12 лет. Возраст, когда спортсмены больше всего нуждаются в поддержке зрителей. Этим и объясняются переполненные трибуны болельщиков. Одним из них стал директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский, который обратился к участникам турнира перед стартом поединков. Турнир – это очень такая поучительная школа и жизненная, и спортивная. То есть есть возможность здесь оценить свои силы, свой наработанный опыт. Кто-то победил, тот ура, тот вышел прямо на новый уровень. А те, кто остался, ну, скажем так, не в придерах, если чем пора. С праздником победить сильнейший, главное без травм, без травм. И чтобы отсюда ушли все друзья. Плеяду юных спортсменов сопровождал звездный тренерский состав. Своё мастерство молодому поколению передают выдающиеся спортсмены. Мастера спорта международного класса. Чемпион мира Олег Долгешев, чемпион мира и Европы Владимир Грузнов, президент Федерации дзюдо Смоленской области Виктор Шляхтин. Тренер команды Ярцева, участница Паралимпийских игр в Токио. Член национальной сборной Республики Беларусь Елена Богданова признаётся, что и её карьера начиналась с таких юниорских соревнований. Недавно я пересматривала свои дипломы, грамоты. И одна из них была именно Десногорск. Здесь я отбиралась на СССР и на Россию ещё в детстве. Детские соревнования, они по-своему интересны. У них ещё не сильно, конечно, техника хорошая, не сильно тактика, но у них уже есть, проявляется свой характер по-своему. Они стараются. И то, что тренеры им ставят задачи, они их выполняют. Детские соревнования – это всегда напряжённая, эмоциональная и упорная борьба, в которой ни один из соперников не хочет идти на уступки. Несмотря на сильных и опытных противников, десногорские дзюдоисты смогли достойно выступить и подняться на пьедестал победителей. Призёрами стали 17 человек. Семь из них – золотые медалисты.